Приветствую вас! Давайте разберемся с тем, что вы написали. Во-первых, хочется сразу отметить, что ключевая проблема, на мой взгляд, заключается в том, что вам обидно. Вы испытываете обиду от того, что вот так или иначе делает ваша сестра. Обида. Обида у вас. Понимаете? То есть это ваша вот реакция такая на сестру, по сути. Да? И вы испытываете негативные, ну негативные чувства по отношению к ней. Вот. Ну так вот тут-то и нужно подумать. Обида это что? Это определенные ожидания. Да? Обида. Обида это определенные ожидания. Значит... Значит... Что нужно сделать? Да? Это... Поработать со своими ожиданиями. По сути. То есть... Посмотреть. Чего вы хотели бы... Для себя. Вот. Что вам нужно... От сестры. Понимаете? И... После этого подумайте... Как... Бы... Вы... Могли... Реализовать... А... Ну вот... То, что вам хочется... И... То, в чем... Вы нуждаетесь... Да? Как бы вы могли это реализовать самостоятельно? Какие чувства у вас вызывает... То, что... То, что... Делает сестра. И так далее. Это первое. Второе. Второе. Подумайте, почему это сестра делает? Подумайте... Связано ли... Связано ли это с вами? То есть, подумайте, действительно ли все дело в вас. Именно в вас. Вы очень быстро поймете... Что вы... И ваше... Поведение... Здесь... Абсолютно ни при чем. Ни при чем. И что... Дело все... Исключительно только в сестре. И что она это делает для того... Чтобы смутердиться... За... Ваш... Счет. Она делает это все для того... Чтобы вам... Было... Хуже... А ей лучше. Но делает она это не потому, что вы плохая. Это... Вот. Вы-то принимаете... Вы-то принимаете это... На... Эээ... Свой счет. Да? Вы-то принимаете это свой... Это все на... Личный счет. А... Тонкость... Вся... Заключается... В том, что... Дело не в вас... Вот. Дело... Дело не в вас... А... Дело... Именно... Только... В ней... Вот. И все... Понимаете? Поэтому... Как только вы отделите себя... От... Нее... Особенно... Как только вы отделите... Отделите... Эээ... Ээээ... Поведение сестры от... Своего восприятия... Как только вы увидите, что... Ваша реакция... Эээ... К сестре... Именно к сестре отношения вообще никакого не имеет... Что она просто вскрывает ряд ваших проблем. Я думаю, вам тут же станет легче. Что это за проблемы? Это уже детали. И что это за проблемы? Это уже нужно смотреть. Нужно уже разбирать, что это за проблемы. Дальше. Дальше. Не очень понятна ваша семейная история. Семейная ситуация. Что есть в том смысле, что у вас есть ребенок, но непонятно, есть ли у вас семья, есть ли у вас муж. Что это, грубо говоря, где отец с ребенком? Если мужа нет и отца ребенка нет, то нужно разбирать, почему вы одна. То есть, почему у вас не сгладываются отношения с мужчинами. Вот. Это очень важный момент. Это очень важная история. Потому что ведете вы себя как жертва, в данном случае, да. Вот. А у жертвы всегда занижена сума оценка и проблема с личными границами. Вот. Идет у тебя спасителя, то есть, ну, ищет того, кто бы спас, чтобы спас ее. Вот. Поэтому момент взаимодействия с мужчинами нужно обязательно раскрыть. Вот. Как и раскрыть ваши отношения, ваши отношения с дочерью, в деревне не хотите, вот, то, кто вам не считает, оставить дочь одну в деревне. Если ей так нравится, вот она там побудет. В случае чего, может себя туда добрать. Но сидеть домой там, если вам не нравится, не стоит. Вот. Вы не делаете счастливее, более счастливее, вы не делаете счастливее ни себя, ни свою дочь. Вот. Это первое и самое главное, что вам нужно понять. Наоборот, вы учите ее, учите, я имею ввиду, дочь. Вот. Лишь только такой вот, своего рода жертве, своего рода жертвенному поведению. Вот. И, поверьте, счастливее она от этого не станет вообще никак, ни разу. Вот. А так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Такие советы можно вам дать, если это можно назвать советами, и, конечно. Вот. Вы не поменяете свою сестру, вот, вы не сможете ее поменять, и это хорошо. Ну, вы можете перестать, например, принимать от нее подарки, если вам это неприятно. Вот, что-то непонятно, кстати, почему вы написали вот, что она оплатила поездку на море, да? Ну, ребята, как бы, зачем это нужно? Ну, вам зачем это нужно, я имею ввиду. Вот. Вы чувствуете себя виноватой теперь перед ней, или обязанной, или что? Вот. Вообще, если, вы знаете, что человек вот такой, да, то подарков все-таки лучше не принимать. Ничего хорошего из этого не будет. Вот. А так, вот, сейчас вы у нее в долгу. Вот. Что касается имущества, то здесь тоже история не очень хорошая, потому что вы говорите, что дом записан на нее, а какая разница, на кого дом записан? Ну, серьезно, вот какая разница, на кого записан дом? То есть, если, если вы считаете, если вы считаете, значит, что она злоупотребляет своими правами, то просто нужно туда вам не приезжать. Дочь, если хочет, пожалуйста. Вот. Вот так вот. На этом все, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго, и удачи вам, надеюсь, что ситуация разрешится.